Этот пятачок около супермаркета «Таргет» знают практически все торговцы с рынка у метро Барабашова. Практически постоянно здесь припаркован автомобиль, у пассажиров которого можно поменять рубли на гривны по весьма выгодному курсу. Именно с целью обмена денег сегодня около шести утра к машине обменки подъехали три автомобиля с курскими номерами. Однако ожидаемой процедуры не получилось. На «Россиян» и «Менял» налетели неизвестные, всего около десяти человек, и начали их вытаскивать из машин и избивать. Неизвестные лица приехали к супермаркету на нескольких автомобилях, после чего причиняли телесные повреждения специально приспособленными предметами для этого. В результате данного разбойного нападения завладели их имуществом. Сколько денег удалось захватить злоумышленникам, правоохранители не уточняют. Ребята, которые меняли деньги, охотно общаются только с милицией. А вот россияне и вовсе не хотели писать заявлений. Вместо того, чтобы вернуться на родину, они весь день вынуждены были провести в милиции. О нападении говорят коротко. Главное, что выжили. Не скрывают, что злоумышленники выволакивали даже женщин и били их. Об этом свидетельствуют лужи крови на асфальте. Нет, я ничего не хочу рассказать. Ну, хотя бы кто-нибудь живо оставит. На побоище не успели отреагировать ни сотрудники милиции, ни охранники супермаркета. А злоумышленники на избиении россиян «Именял» не остановились. И дальнейшей точкой для нападения выбрали ресторанный комплекс «Семейный очаг» на Салтовке. По словам инвестора комплекса Сергея Кравченко, сюда неизвестные прибыли без 10-ти семь. Это зафиксировали камеры наблюдения. Приехали сюда, два джипа, около 10 человек вышли. Походили по территории, потом подошли к машинам, созванивались. Это то, что видно было на записях. И потом один из джипов заехал сюда, прямо на территорию. Вышли, ударом повалили охранника. И сразу толпа рассыпалась по периметру и начали бить стекла. Люди, рассказывает Кравченко, были в масках-балаклавках. Из тех, кого удалось разглядеть, были и молодежь, и люди среднего возраста. Они с упоением крушили стекла в течение пяти минут. Предварительный ущерб хозяева заведения оценивают в 100 тысяч гривен. А после также организованные, еще до приезда милиции, скрылись. При том, что и работники обменки на колесах, и большая часть сотрудников ресторана-выходцы из Азербайджана, инвестор не считает, что нападения связаны с расовой нетерпимостью. На скинхедов это не похоже. Это не скинхеды. Потому что скинхеды, они всегда идут с лозунгами, и они приходят подготовленные. Здесь же, насколько я видел, сбитый был, я видел на видео только один человек. Все остальные брали подручные средства. Это лопаты, это скамейки, лавки, это мусорные ящики. И били стекла ими. Сейчас злоумышленников разыскивает милиция. Правоохранителям переданы видеозаписи с камер наблюдения у ресторана и супермаркета, которые зафиксировали нападавших. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова